Он сказал дядя Саше, да? Ванька приехал до деда любимого. Цветочки хорошие? Да. А посмотри, как деду теперь видно там все море и все другое. Красиво? Ванька, как же красиво у деда? Конечно красиво. Ванда, куда едем кричите все дружно. На море! Ура! На море! Сейчас вы как-то слабенько кричите, не ели, не спали. Они вечером лучше кричать, ну короче. Ваню спросила, говорю, папа не хрупов спать давал? Кажу, ты спал? Он говорит, спал. Хорошо спал? Хорошо спал. Все, встречаемся на море. Что это у нас? Емердженца калду. Ну еще три дня. Такой воздух, а потом уже все. Слава, пожалуйста, где наш сачок для акули? Что мы будем на обед ести? Все, рыбак. А, Ваня, мы сегодня решили акулой пообедать. Ты нам ее поймаешь? Я! Ну. А почему? Что? И ты на корабль, туда на корабль или нет? А что на корабль? С берега лови? Что, с берега не ловится акула? Да нет. Так? Ну тогда лови маленькую рыбу, сейчас разведем костер и будем жарить. Хорошо? Ты сок будешь пить или нет? Не будешь. Сейчас нагреется, сейчас будем загорать на матрасе. Да, Слава? Да, можно. Так, все, акулы ловим, все, идем плавать. Насос, тут все конкретно. Вот это система. Ногой качаем. А где вы, в декатлоне брали матрас? В декатлоне брали матрас? Дорогий? Нет. 27 евро. 27 евро? А при этом очки тоже не стоят. Вообще. Сказала Алена. Ой, 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 боится Ваня. Надо сицилиянцев перепрыгнуть. У них каже, и стул, и мусорка, и это. А у нас только надувной матрас. Не самый удачный заход в море на камнях. Ну, матрас такой приличненький. На нем и спать можно. Ай, мореволна. Хорошо. Все. Самая главная покупка года. Питчанец слита. Все. З матраса уже, за матрас бьюсь. Надо ехать еще за одним. Ну, а что ж. Питчанец. Ваня уже. Ему все равно, что они там итальянцы. Чехтось. Вин уже с усима нашел. А, вин уже у когось забрал и бедро с лопатою. И все. Вин там уже копает. Ну, а мы святкуем спаса. Сий же святом тоже. Ваня. Ваня. Да. Слава богу, что у нас в семье есть хоть одна нормальная дитина. Ландшафтный дизайнер. Дивися. Тут дом. Там все уже. Копается. Бассейн. Все. Тут все заливаю фундамент. Это строитель, я понимаю. Так. Вообще-то да. А мы покажем той сарай, да? Да, конечно. Побачите, який сарай может быть из военных ящиков, из-под снарядов. А из самих снарядов, что? Нет. Урны. Нет. Кормилки для собак, да? И все остальное. Все, не буду наговаривать больше на нашего домашнего хомяка. Він другий раз за день иду купаться. Я не... Может за гроши, может просто его уговорили, або пообещали не кормить. Но он согласился. Ой, Боже. Он же... Мама, поклади ее на руках, занеси на матрасе. Не, ладно. Вот все. Смотрите, как нужно профессионально плавать под водой. А как ты перед этим шепернав? Развернись такой. Голову просто опустил вниз. Вот это я понимаю. Человек-амфибия. Попа! Гопа! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Вот эти качки, которые плают там качки, они вот это стоят там перед зеркалом, перед другом. Я чувствую, что я сегодня вот это съем 2 килограмма винограда. Девочки, помогайте кушать виноград. Такой вкусный. Вообще прелесть. Лера, покажи. Вау. Ух ты! Так это огромный. Говорят, что у него черная икра есть. Да, черная икра. Открывай. Открывай. Алена, ты что будешь ежика кушать? Ты шаришь. Не, я его руками трогаю точно. А где наш ножик? А ты его доставала, показывала. Не, не, мама рисовала матюрелу. Мама, доставай. А не, может не надо воду заливать? Мы за ним просто сидели и он все не видит. Какой ужас! Это не настоящий ежик, который плавает, так как мы видели. Покажи, я иду. И до утра, он сразу защитную реакцию будет. Или над своей волкой судей. Можно ли? Нет, давай. Смотри, смотри. Где ротико, Лера? Давай. Вот у это беленькое. Это он шевелится Растет Да, он как дышит Алена, и вот это ты собралась его резать, если он дышит? Головорез Рубодерка А как ты будешь его резать? На Юля, на меня так Выпустите его Ну, он же не в чем, он невинный Ну так, конечно, невинный, бо его хочу съесть А я говорю, нам заплатят за это или нет? Ну что, Кристиан говорит, все, гребем туда Я говорю, точно, ну да, ну все, гребем Короче, он нам показал направление Потом нам разрешил покупать И попрыгать, половить рыбу Так что, все слала? Кристиан у нас весельчаку Все, весельчаку Снимаем вам репортаж Мама пьяна спит Девчата в телефоне Все свежеиспеченные красные окраски Ванек Ваня строит нам хату на пляже Да, один нормальный среди нас Строит нам дачу тут, на берегу моря А ну мама Хапанула Ну вы все подзагорели Поверни, а ну поверни Сань Ти вообще не загорел Самое меньше Або четко так равномерно загорає Иванька Да А у тебя и руки позагорали Яки уже были загоривши Ну и царь, царь Ну, царь под помахалами цими, под зонтом, то в нього все хорошо. Аби телефон не разрядився. Слава тебе, свои пейзажи. А тут свои пейзажи. Это Дубривский колизей. Может, так оно не понятно. Но оно в виде колизея. И мы когда-то тут катались с этой горки на метр 300 до низу. А з тієї сторони ще крутіша горка була. Там було всього лишь одно дерево росло. Тепер пів горба заросла деревами. Там уже не покатаєшся. Там ми любили купатися біля тих дерев зелененьких. Але печальніше всього, що ставок зовсім висох. Такие все у нас бирюзовий тоже закат. І цикади чирикають так, як в тебе, Слава. Такие вот дела. Дорога в зеленому коридорі. Тихо травка лоскочить по пузику машину, бо високий ковер посередині. Кукурузка з соняшниками. И самі соняшники. Це я тобі, Славік, снімаю контент, щоб ти вспомнив, що воно може бути ще все зелене таке. Трохи в пилюці, але що ти зробиш? Трохи високовольтні проводи, дольше дубина і дубривка. Іду помалання, бо така пилюка, але вето. Дякую за перегляд!